Всем большой привет и добро пожаловать в новое видео курса профессиональной микростоки. В сегодняшнем видео мы начнем серию новых видео по созданию персонажей. Персонажи это очень важная часть в принципе как в плоском стиле, так и в видеометрии. Поэтому мы научимся создавать относительно разные персонажи. Посмотрим как от самого простого до более-менее объемного детализированного человечка можно нарисовать. В сегодняшнем видео мы начнем наверное с основ, которыми я пользуюсь при нарисовании человечка. В сегодняшнем видео мы будем рисовать плоского человека, который просто в полный рост будет у нас стоять. Итак, это я нарисовала обыкновенный квадрат. Давайте посмотрим какие у него пропорции. Сделаем 20 на 20 примерно такие пропорции. И это будет наша голова. Когда я рисую человека для инфографики, я ориентируюсь на то, что у меня голова это одна вторая моего тела. То есть вот эта вот часть будет занимать тело, а вот эта будет занимать моя голова. Естественно, сейчас это просто все схематически, но я пользуюсь этими пропорциями просто, чтобы мой человек смотрелся более-менее гармонично, что ли. Итак, ладно, с этого пока остановимся на этом. Далее я рисую голову. Я нарисую сначала просто кругляш. Или можно нарисовать продолговатую фигуру. Что-то вроде вот этого. В принципе, это как вам больше нравится. Давайте пока мы сейчас остановимся на вот этом вот варианте. Чем я руководствуюсь, когда рисую голову? В принципе, тем же самым, что и голова и тело. Тем, что прическа будет занимать одну-вторую моей головы, моего лица. Вот так вот. Давайте нарисуем пока мы сейчас самую простую какую-то прическу. Чтобы обозначить, где у нас проходят волосы. Я нарисую два прямоугольника. И затем просто точки вытяну в сторону. Нажимаем небольшую челку. Плюсиком добавляем точки там, где это необходимо. Давайте отзеркалим одну из частей. В принципе, верхнюю часть можно нарисовать методом искривления. Давайте сделаем эффект волны. Пока у нас получается достаточно криво. Ну, ничего страшного. Мы все это будем в любом случае подделывать, редактировать и так далее. Давайте добавим точку, чтобы сделать какую-то иллюзию бакенбардов. Потому что это у меня будет персонаж мужского пола. Какая-то иллюзия бакенбардов. Пока месть на прическе такой я остановлюсь. Давайте нарисуем маленькие ушки. Сделаем их по цвету нашего лица. Таким вот образом. Зажимая Alt и Shift, я копирую на другую сторону. Примерно вот таким вот образом. Тени я сейчас рисовать не буду. То есть сейчас я рисую абсолютно схематическое какое-то лицо. Так же нарисуем ему глазки. Далее переходим к носику. Кстати, иногда действительно можно заметить, что глазки рисуются просто черные бусинки. Это не редкость. Но если, допустим, у вас либо не получается, либо просто нет, допустим, желания рисовать что-то более-менее объемное, вы всегда можете нарисовать очень-очень схематически. Рисуем носик. Носик я вам сейчас тоже покажу разные варианты. Можно вот такую просто бусинку нарисовать посредине лица. А давайте нарисуем рот, чтобы у нас было сразу более-менее понятно. Рот можно тоже рисовать разными вариантами. Ну, допустим, мы его сделаем сейчас улыбающимся. В общем, я воспользуюсь просто кругом, да, сферой. Разрежу ее сейчас в нужных мне местах. У меня остается такая улыбка. Я могу ее сдеформировать так, как мне удобно. И поменять ей цвет. Вот таким вот образом у меня получилось мое схематическое лицо. Теперь давайте посмотрим, как схематически можно, скажем так, немного по-другому нарисовать глаза и нос. Давайте сделаем сами зрачки светлые. Примерно вот таким вот образом. Заходим в контур, создать параллельный контур и нажимаем минус 2. Посмотрим, как это будет смотреться. Давайте сделаем минус 5, минус 1. А, вот. Тогда давайте сделаем 0,5. Ну, примерно вот таким вот образом. И сделаем темные зрачки. Их можно сделать каким-нибудь, допустим, даже оттенком. Далее я выделяю белые обе части. Ctrl-C, Ctrl-F, на самый верх их ставлю. Беру элемент ластик, зажимаю Alt и удаляю. То есть создаю такие вот вейки. Так как у меня картинка очень-очень маленькая, давайте увеличим ее. Примерно до такого размера. Зажимаем. Теперь, видите, у нас остались мои вейки. Инструментом пипетка выбираю цвет лица. И совсем немножечко его затемняю. Вот таким вот образом. Кстати, не обращайте внимание на форму лица, так как я его буду видоизменять. Форму лица вы тоже можете абсолютно для себя, как вам больше нравится. Если нравится более круглолицый, сделать круглолицым. Если нравятся более такие квадратные лица, то можете сделать более квадратное лицо. Я оставлю такое немножечко грубое лицо. Далее, что я хочу делать, где потом я выровняю отдельно по линии симметрии. Сейчас я хочу, скажем так, более-более детализировать свое лицо. И я хочу добавить к нему брови. Как я рисую брови? Опять же, я рисую прямоугольник. И буду просто пользоваться искажением. Убираем дуга. Поворачиваем в другую сторону. Как видите, получилась весьма сносная бровь. Внизу у нас уже стоит настройка. Вот таким вот образом. Нажимаем ОК. Разобрать. Зажимаем Shift, уменьшаем. И теперь ее ставим под нашим глазиком. Вот такой вот бровь. Зеркальная симметрия под второй глазик. Как видите, лицо у нас уже получилось достаточно более детализированное. И уже это более все похоже на человечка. Можно даже сделать ему тень, для того, чтобы лицо казалось более объемным. Для этого я просто зажимаю Shift и Alt, тяну вниз, делаю более темным. И данный прямоугольник я переношу на самый низ. И теперь на клавиатуре я поднимаю наверх. Точнее, не на клавиатуре, а лучше вот вручную. Но совсем-совсем немножко, чтобы снизу виднелась более темная часть. Примерно вот таким вот образом. Далее, что можно сделать? Можно добавить блики на глаза, чтобы глаза были более живые. Как мы это сделаем? Это делается просто посредством белых деталей на глазах. Давайте посмотрим сейчас, как это будет лучше сделать. Можно сделать достаточно классическую такую, вытянутый блик. Так, у нас получилось, чем более такой плюс. Давайте его немножко расчетим. Зажимаем Alt. Сейчас перетащим. Отдалим. Вот таким вот образом. Вот такое лицо у нас уже более-менее получилось. Кстати, нос можно сделать как так, так и перевернуть его наверх. Иллюзию более курносового носа. Также нос можно сделать просто треугольником посередине. Это опять же вам как вариант, и как вам больше будет нравиться. Давайте пока этот уберем. Это относительно такой более, ну, не грубый. Вот таким вариантом еще делают носы. И еще один вариант, как сделать нос. Давайте одну часть удалим. В общем, в виде тени. Тени от носа. То есть, сам нос мы не рисуем. Но зато, так как мы имитируем, где находится тень от носа, таким образом мы обозначаем нос. Давайте отдалим. Вот примерно вот таким вот образом. То есть, мы нарисовали просто тень. Можно ее немножко сузить, чтобы нос казался более изящным. Вот таким вот, наверное, на таком варианте я и остановлюсь. Теперь давайте посмотрим рот. Рот, естественно, можно рисовать просто такой маленькой ниточкой. Также нос, рот можно рисовать непосредственно как улыбку. Вот, у меня получилось соединить. Давайте уберем границу и сделаем какую-нибудь заливку. Вы можете оставить просто такой рот, а сделать его, естественно, более темным. Примерно вот таким вот образом. Далее, что можно сделать? Можно данному рту прибавить зубы. Его можно оставить также и белым. Это тоже смотрится вполне и вполне нормально. Давайте сейчас его разрежем. Вот таким вот образом. И сделаем нижнюю часть цветную, а верхнюю сделаем белой. И немножечко подредактируем. Посмотрим, как это будет смотреться. Немножечко его спузим. И также давайте попробуем немножечко деформировать его. Как видите, у нас он видоизменяется. И, в принципе, разное становится выражение лица. Да, если изменить форму бровей, то становится более хмурое лицо. Так, давайте поменяем. По горизонтали. Вот, я хотела сделать все-таки более такое веселое лицо. Посмотрим, какие варианты мы можем сделать. Это совсем веселое лицо у нас получается. Ну, давайте так его и оставим. Поднимем немножко выше. Вот такое лицо у нас получается. Теперь давайте разберемся с нашими волосами. Сделаем их немножечко объемными. И прибавим им немножко тени. Так, первое, что я хочу сделать, какие-нибудь дополнительные пряди. Типа того, которые будут, в общем-то, говорить, что у нас не каменная прическа, а это такие достаточно живые волосья. Вот таким вот образом. Надо взять немножечко побольше, чтобы было больше заметно. Вот так вот. Даже вот тут торчит хвост. Но мне кажется, это даже весьма неплохо смотрится. Вот такой пучок волос будет у нас смотреться. И давайте придадим немного теней. Для того, чтобы сделать нашу прическу более объемной, надо, я зажимаю Alt, поднимаю немножечко наверх, и нижний слой я делаю более темным. Вот таким вот образом. Теперь пододвигаем, редактируем таким образом, чтобы верхний слой полностью перекрывал нижний слой. Вот так вот. У боковых частей мы сделаем то же самое. Зажимаем Alt, сдвигаем в сторону и убираем вниз. Чтобы получилась такая небольшая контрастная линия. Также волосики, которые у нас вылазят, можно сделать более темными. Вот эти перья я имею в виду совсем-совсем немножко более темными. Разрезаем. И дополнительно можно добавить... Давайте вот это вот развернем. Таким вот образом. То есть это получаются наши такие некие дополнительные прядки. Если их сделать светлее немного, то это будет блик на волосах, что тоже весьма симпатично смотрится. Все, что мы делаем темнее, оно смотрится именно как тень. Как видите, детализация у нас достаточно уже такая серьезная произошла. Если сравнивать одно лицо и другое. Так как мы будем рисовать разных персонажей, то есть это будут разные какие-то картинки. Опять же, с персонажами я делаю так же, как и с другими картинками. Рисую один раз. И потом просто меняю выражение лица, меняю прическу и все такое. И у меня получается другой персонаж, который я использую для другой картинки. То есть я вам сейчас покажу, как можно быстро поменять, скажем так, выражение лица. Совсем грустный получился. Давайте сделаем такое вот удивление, например. Да, такая прям растерянность и печаль. И сделаем злобу. Можно деформировать рот, а можно, скажем так, по-новому попробовать нарисовать. Ну, давайте так, как у нас уже что-то есть, мы... Это я уже просто экспериментирую. Ну, в принципе, достаточно так явно отображается злость. Еще, чтобы отобразить злость, надо наше веко немножко сдвинуть. Позначим центр. Можно даже уже руками подправить. Самое главное, чтобы сделать вот этот вот прищур злого человека, да, озлобленного человека. Так, рот у меня тут кажется, что-то прям совсем что-то... Не совсем то, что надо. Давайте возьмем вот этот вот рот. Первоначальный наш. Так, получился сергитый человек, да, больше, чем озлобленный. Давайте просто нажмем Alt, уберем вниз и вырежем. Так, теперь у нас мы грустно просто. То есть, вот так вот можно играться с выражением лица, подбирать то, что надо непосредственно вам. Еще, кстати, можно просто нарисовать прямую линию. Вот, наверное, вот этот вот злой человек будет, наверное, именно вот такой вот. И брови давайте сделаем прямыми. Давайте заблокируем. Мне кажется, у меня глаза слишком круглые для злого человека. Надо, наверное, их тоже так вот... Можно, кстати, века убрать. И вот так вот хмурую бровь. Во, мне кажется, теперь мы более-менее создали олицетворение такого рассерженного человека. Давайте попробуем сейчас отзеркалить. Вот таким вот образом. Вот у нас создали мы с одними и теми же, в общем-то, объектами три весьма разные выражения лица. Да, то есть довольная, жизнерадостная, смущенная и чем-то очень такое удивленная. Да, можно даже, наверное, для пущего удивления поднять ему бровки вверх и озлобленное лицо. Вот. Тоже потренируйтесь создавать собственного персонажа. Не бойтесь пользоваться разными элементами, как-то тренироваться, практиковаться. Ничего страшного, если у вас объект будет состоять из очень уж простых элементов, да, то есть не детализированный, а такой более простой. Главное потренироваться, научиться. И очень так бывает полезно выражать мимику, да, человека. Тоже бывает очень здорово. Хотя обычно, потом в практической жизни, чаще всего, конечно же, я буду пользоваться довольным выражением лица. Итак, в этом видео всё. А в следующем видео мы уже нарисуем ему какое-нибудь тело, да, и сделаем из него полноценного человечка. На сегодня это всё. Всем спасибо и всем пока. Субтитры подогнал «Симон»